Если мое мнение хоть какое-то имеет значение, я бы сказал, что надо как можно больше снимать копии. Вот именно с этого собрания, оно уже является историческим на этой планете, на этой территории, этой страны. И в стране именно это собрание должно быть массово. Я просто хочу все-таки поздороваться, все-таки такое созвездие собрано. Приветствую Сергея, Андрей, Юрьевич. Сергей, Шувачев, Александр, Макс, Роман и Кристиночка, ты просто, я не знаю, я в тебя влюбился. Ты выглядишь просто потрясающе. Здравствуй, давно с тобой беседовал. Все, извините, друзья, передаю слово. Хорошо, все в эфире, всем привет. Сейчас я зачитаю список тех людей, которые должны были вообще сегодня присутствовать, но не присутствовали. Не присутствуют все, только часть из них. Значит, у меня записано, что мы должны были связаться с Кунгуровым Алексеем, Максом Виляевым, Юрием Тимовским. Здорово всем. Вот как раз Максим подошел. Добрый день. Я уже начал, поэтому можешь слушать. Ну я там как бы в курсе все эти. Да, ну все равно, посиди, послушай, раз уж пришел. Так, Тимовскому Юрию, Кристине Маране, Купцову Андрею, Кутлярову Вячеславу, Толстыху Александру, Валерию Иванову, Сергею Игнатенко. Значит, каналы, я не знаю, как зовут просто владельцев, Жизни Круг, Emaze Channel, Роман Илованов, Василишин Роман, еще один человек, которого вы не знаете, но это не имеет значения, Сундаков, Сергей Шуваев и Максим Ижерельев, который был включен в список, этот список, только благодаря желанию, я так скажу, заказчика. Скажу это так, хотя это не совсем так, но в принципе похоже на то. Часть этих людей здесь присутствует, часть этих людей здесь не присутствует, но я хочу сейчас обратиться ко всем людям, которые смотрят это в записи. Я очень рекомендую вам послушать, что я вам хочу сказать и сделать правильные выводы, потому что то, о чем я буду говорить, это то, что должно было так или иначе произойти, это происходит сейчас. Я надеюсь, что все вы понимаете значимость этих событий и примете правильное решение. Значит, ближе к сути. Поскольку все мы с вами являемся, я называю конспирологи, можете называть себя исследователями или просто там как угодно, мне вообще без разницы. Суть, я думаю, вы поняли. Мы занимаемся вместе, с каждой со своей стороны, исследованиями в области изучения альтернативной точки зрения мироустройства и все, что с ним связано так или иначе, в какой-либо степени вы на это не рассматривали и не имели какие точки зрения, не имеет значения. Так вот, все мы так или иначе имеем свою аудиторию, так или иначе способны влиять на умы людей или на их мировоззрение. И я думаю, что такую цель мы и преследуем, изменить мир к лучшему, по крайней мере. Я надеюсь, здесь нет людей, которые хотят его к худшему изменить. Вроде как все здесь более-менее такие люди, меняемые. Итак, поскольку все мы являемся теми, кто изучает это и имеет влияние на людей, мы с вами должны как-то двигаться вперед более адекватнее, чем мы двигаемся сейчас. На данный момент мы можем констатировать факт, что уже около трех лет, ну, около двух-то точно, мы в той или иной степени занимаемся просветлением народа. Делаем ролики и так далее, кто-то из нас проводит личные встречи, но в основном только ролики. И это шаг хороший, он разбудил часть аудитории, большой аудитории в России, не только в России, достаточно десятки тысяч человек есть, которые что-то пытаются понимать. И это факт. В большей или меньшей степени не имеется значения, мы можем говорить, что вот есть такая масса. И с нашей стороны было бы правильно пойти уже как бы более таким, ну, серьезным путем, то есть развиваться в степени донесения информации раз и в степени как бы более консолидированной идеи по тем направлениям, которые мы сами имеем. То есть более консолидированная, это значит идея, которая есть какая-то более единая, скажем, да, более структурированная, нежели все наши разобщенные мнения, которые вот чаще, на самом деле, приводят к более худшим последствиям, нежели к положительным в плане разделения нашей аудитории на части и ее дробления во всех отношениях этого смысла. И первым шагом, который мы можем с вами предпринять для достижения этой цели, это встретиться на конференции, которая может пройти этим летом в августе 25, 26, 27 числа. Даты, в принципе, практически уже утверждены. Надеюсь, что никто из вас не будет против этих дат. Это конец августа, последние выходные с пятницы по воскресенье. В Москве может пройти конференция, можете назвать ее слетом, конференцией, встречей, мне без разницы. Суть, я думаю, вы поняли. Конспирологов или исследователей или альтернативщиков, не имеет значения, название это всего лишь в рабочий момент, можно поставить любое. Его суть вот в чем. Мы все с вами туда приезжаем и в течение трех дней подготавливаем доклады. И вот как это обычно бывает, знаете, такое конференция, да, то есть длинный стол, за нем сидят люди, собирается, ну, аудитория какая-то большая, а у нас с вами аудитория на всех достаточно большая. И я не имею в виду многих тех людей, которые присутствуют непосредственно здесь. Андрей, я так понимаю, ты там что-то в банках как-то пошлишься, отключи, пожалуйста, звук, а тут постоянно я слышу, что там какой-то звук, ладно? На скайпе, пожалуйста. Благодарю. Так вот, значит, аудитория у нас большая достаточно, и мы туда сможем привлечь достаточно много людей. Я думаю, человек 300, мы привлечем вообще без проблем, а это уже много людей, и сможем провести эту встречу. Ее регламент, я вам могу сейчас быстро озвучить в двух словах. Мы первые два дня делимся на группы, и первая группа в первый день сначала доклады, какие она подготовит, каждый человек должен, по идее, подготовить доклад. Это отдельный разговор, мы можем это изменить, вот как я это вижу, коротенький, минут на 40-50, по теме, которые его устраивают. А вторая часть дня, это ответы на вопросы, общение с публикой. 7 часов будет длиться вот эта встреча, час перерыва, там, или полчаса. Второй день, вторая группа, а третий день, это общая общение с людьми в рамках, сначала ответ вопрос, мы сидим за столом, они сидят в зале, а потом это типа фуршета, когда все общаются непосредственно уже с аудиторией в зале по интересам, которые их интересуют, и так далее. Для нас с вами это будет очень серьезный шаг и толчок для того, чтобы все это движение, оно сейчас, ну, в сети, особенно есть, там, тот же Максим Ажерек, я очень плохо знаком с его творчеством, если такое вообще у него существует, но я могу вам сказать точно, что этот человек не сам по себе, конечно, но является орудием, которое, ну, служит тем, чтобы маргинализировать нашу тему, именно маргинализировать, превратить ее в посмешище абсолютно и так далее. Хотя я знаю, что здесь есть люди, которые считают, что я этим занимался, но это не так. В любом случае, мы можем встретиться там раз, мы можем провести эту конференцию, за это мы привлекаем большое количество аудитории, больше будет серьезности к этой тематике, мы сможем как-то сплотиться, познакомиться, в конце концов, лично, вживую, это тоже немаловажно. И главное для меня, главное для меня, это мы сможем без зрителей, без никого собраться, по крайней мере, те, кто захочет, те, кто, как это получится, проанализировав, попытаться разработать некую общую концепцию дальнейших действий, которые мы с вами можем непосредственно сделать для того, чтобы добиться какой-то цели. Больше, чем просто создание роликов. Это, конечно, хорошо, но все-таки. Значит, ну и это будет просто неплохо. Теперь, что касается моментов, непосредственно связанных с технической стороной спроса. Еще раз напоминаю, это будет 25-27 августа с 11 до 6 или с 12 до 7 дня, 3 дня подряд в Москве. Где конкретно, я не знаю, но в ближайшее время мы узнаем. Значит, для всех иногородних, кто не живет в Москве, будет оплачено дорого, туда и обратно, неважно, где вы там живете. Также будет оплачено проживание в Москве на эти 3 дня, где, я не знаю, либо в отеле, либо квартира будет сниматься. Для иногородних, естественно. Для тех, кто живет в Москве, этого делаться не будет, он живет в Москве. Соответственно, вы туда проезжаете и там все это дело делаете. От вас требуется подготовить какой-то доклад, если мы решим, что это необходимо. Я думаю, что это необходимо, все-таки это будет серьезное такое дело. А также само это мероприятие будет платным. Просто потому, что тот, кто его организует, ну, как бы организует, условно говоря, я, но моя только идея и задача вас собрать тех. Ну, а финансирует это мероприятие человек, который, ну, изъявил желание остаться им в комнате на данный момент. Ну, он обещает с вами познакомиться лично, непосредственно уже на самой конференции. Он прислепит свои интересы, не финансовые, но интересы у него присутствуют. Там, скорее, интересы получить больше знаний, структурированных в одном месте для достижения своих целей. Там, устройство, ну, как бы он хочет идти вверх, там, во власть, политику, еще что-то. Ну, это важно. Ну, а мы можем с вами просто использовать момент и использовать, ну, там, не только свои цели, а просто использовать момент для того, чтобы что-то сделать. Начать что-то делать более серьезное, более практическое. Вот. Он оплачивает это мероприятие, но для того, чтобы отбить затраты, потому что это мероприятие обещает быть где-то на полмиллиона примерно. Это аренды большого зала, аренда помещения для проживания, оплата проезда, какие-то организационные там расходы. Для того, чтобы отбить хотя бы часть или, может быть, полностью эти расходы, он настаивает в том, чтобы цена за вход на наше мероприятие была 3 тысячи рублей за 3 дня. Ну, в принципе, я не считаю, что это дорого, особенно не Москвы, а я настоял на том, чтобы это было 3 тысячи на самом деле. Он хотел сделать дороже. А если человек хочет идти только в один день, то это будет стоить полторы тысячи рублей, что позволит ему отбить затраты. А если людей пойдет больше, чем мы рассчитываем, и денег будет больше, то каждый из вас получит финансовый бонус от разницы покрытия расходов и маржи, которая останется в плюсе, если таковая будет. Но мы с ним об этом говорили, и он обещал это сделать. Ну, собственно, я смогу это просто контролировать, смогу узнать все цены и так далее. Ну, вот примерно как-то так это все выглядит. Если у вас есть вопросы такие серьезные, то задавайте их сейчас, я отвечу на эти вопросы с большой радостью. А каждого будет слышно? А каждого будет слышно, да. Тогда вначале, ну, небольшие ремарки уточнили. Когда вы говорите о названии, какое угодно. Вот, знаете, дурацкая фраза, как вы як-то назовете, так она и поплывет. Так вот, и что я хочу сказать. Вот именно в этом, в названии, уже заранее заложен как раз, так сказать, ну, преамбула того, кто и вылез, как вы сказали, концепция этой конференции. То есть, грубо говоря, если вы говорите, ну, просто как бы пришли посиделки, ну, вы и создадите целеполагание, а это значит, не выгодится конечный результат. Конечный результат, я опережаю события, хочу сказать, что надо подводить итоги, освобождаться от власти и диктатуры, академии наук, региональной и общей мировой, и создавать общество, независимые исследования. Это может быть общественное объединение, объективная история, например, даже просто, если хотите, более серьезно. Поэтому и название должно быть. Независимый поиск, независимый разум, объективная истина или освобожденное сознание. Потому что, так или иначе, я, ну, как бы это, выскажу радикальную версию вот этого собрания, возможно, и особенно то, что люди, которые хотят профинансировать, хотят профинансировать заранее, хочу сказать, те, кто хочет выйти на контакт с инопланетным разумом, который создал наш цивилизация. Это я вот четко заявляю, зачем вас всех никому не нужно в шизофрениках собирать в одну кучу. В свое время это также была организация, создавала соевые искусства планеты, где туда собрались, через все прочих, создать, ну, все ярко развитие, например, ну, наши группы в стационарной форме. То есть, еще раз хочу сказать, вот эта идея объективного истины, объективного поиска и независимого мышления, которое теперь уже вправе заявить о себе. Мы, имея альтернативную версию окружающего пространства, не желаем больше кланяться в ноги любым структурным формам, которые представляются в государственной институции, под названием Академия наук, веотрошливые институции. Каждый из нас является независимым следом, каждый из нас делает свои независимые выводы. И единственная беда всего этого движения была в том, это на 95%, когда люди хотели, так сказать, совместить несовместимое и быть признаны в системе Академии наук, поэтому постоянно делали эпилуки и одновременно сказать свою независимую версию. Я фамилию называть не буду, но это больше половины присутствующих, которые никогда не набрались сумелости четко заявить о конечном выводе своих исследований. Могу привести пример Морозова, которому оставалось только одно, скажи. Вся выдумка про древнюю историю, созданная нечеловеческой структурой, потому что человечество не могло бы в таком объеме создать гигантское количество артефактов и создать гигантскую продолженную в прошлое линию исторического развития, которое никогда не существовало в реальной жизни. Вот если ты не осмелился сделать Морозу, Астролон Гермара и последующие исследователи, то в конце концов пришло время. Ну-ка, скажем, первый такой шизофрерик вроде Курцова Андрея Георгиевича, который заедет в прямую. Мы проведем галактическую консорцию, мы находимся на экспериментальной базе, и доказательства, недавно не произнесенные, каждый может представить следующее. Ну вот это... Андрей, Андрей, я прошу тебя, я тебя вынужден прервать, и я тебя понял, пожалуйста, давайте ты меня сейчас покушаешь минуту. Мы сейчас... Я знаю тебя хорошо, ты быстро заводишься и так далее. Все то, что ты говоришь, ты без особых проблем сможешь высказать на этой конференции, это твоя точка зрения, и сейчас мы не будем говорить. Я согласен с тобой насчет того, что важно назвать ее правильно, и, безусловно, мы будем об этом говорить. Сейчас мы собрались здесь не для того, чтобы выяснять, о чем мы будем говорить, какое будет название. Мы собрались о том, чтобы решить, быть этой конференцией или не быть. Я считаю, что она должна быть, и хочу от вас услышать вопросы, которые будут по существу проведения, а не регламента. Об этом мы отдельно поговорим, но не сейчас. Так, так, ваше батюшка-предложение, оно впрямую упирает в целеполагание. В целеполагание я... Когда вы говорите, быть или не быть, а что это будет? Мы будем это конкретно с вами, со всеми решать там, а не здесь, сейчас? Нет, это там уже не надо будет решать. Извините меня, это вы соберетесь в одно место и впервые зададите вопрос, а зачем мы собрались? Батюшка, вы телегу перед ней можете, хотите поставить, и еще задними ногами вперед. Вот как раз задача сегодняшней передачи, это сделать первую заявку, а зачем нужно объединяться? Не форму, как проводить неизвестно что, а проводить конкретно объединение альтернативных и следовательно окружающих пространств, которые окончательно выскажут свои тезисы. Вот тогда и есть смысл говорить, что и как. Потому что если нет целеполагания, то вы заранее собираетесь создавать зал, тратить деньги, а пусть выяснится, а зачем мы туда собрались. Поэтому я предлагаю самое простое. Вот то, что я как раз сказал, самое банальное, я ничего не говорил. Я могу не говорить ничего, но просто это самое начало. Прошло время, лет 20, а то и больше, люди занимаются пересмотром официальной истории развития человечества. Назовем вещи своими именами. То есть, если вы это сейчас не назовете, тогда смысла в этой конференции нет. Мы не альтернативщики, которые нас так называли. Знаете, как, например, церковь называет иногда реальный поиск истины, называет сектантами. Нет, ребят, мы самостоятельные персоны, которые ведут самостоятельный поиск странности изложенной истории и создают свои версии. Вот эти люди теперь хотят собраться, объединиться, возможно, в масштабах всей планеты, всех альтернативщиков, и четко заявить в декларации и в общественной организации, которая будет создана, в своей версии. И начнут новый этап развития миропонимания в рамках всей планеты Земля. Вот так, Киман, это минимум. Хорошо, я без проблем готов назвать и поставить полагание нашей конференции такое. Тезис надо записать и всем утверждения дать. Я думаю, что если кто-нибудь против, мы спокойно возьмем тезис на вооружение. Еще вопросы есть какие-нибудь? Серега, смотри, в общем, мое мнение по этому поводу, ты знаешь, как бы уже заранее, вопрос организационных, по сути, несколько. Первый момент, я думаю, будет всем интересен, если касаемо транспортировки, то есть, как бы, добраться из своих городов в Москву можно разными способами. То есть, это будет, какое выбрать именно, потому что тут может быть самый долгий, но дешевый, да, допустим, или же самый быстрый, но дорогой, допустим. Или как вот в этом плане решать вопрос? Это первый момент. Сразу комплекс задам потом, чтобы потом тешить. Второй вопрос по поводу питания, опять же, да, то есть, окей, проживание у нас оплачивается, вопросов нет. По поводу питания, то есть, если те, кто приедет из других городов, может быть, надо будет взять с собой дополнительную еду какую-то, если нужно, опять же, если ее там не будет. Или же, наоборот, она будет, и вопросов вообще не нужно задавать по этому поводу. И третий вопрос, это у меня как от дизайнера профессионального вопроса, кто будет заниматься конкретно рекламной продукцией, то есть, как это все будет выглядеть, оформлением всего этого дела. Хорошо, отвечаю так же, как ты задавал. Проезд можно выбирать, который удобнее, тот, который быстрее и комфортнее. Цена, в принципе, роли не знает. Можете не парить. Что касается питания, я об этом, Андрей, не подумал, но я, скорее всего, думаю, что питание будет обеспечено. Скорее всего, Андрей, пожалуйста, выключите микрофон, очень слышно, как вы там все это делаете. Так вот, питание будет либо обеспечено вам, как вы привыкли, но, скорее всего, будет проще, я договорюсь, вам будет просто выделено финансовые средства каждому, там, тысяча, две, сколько там надо на день, чтобы вы питались, как привыкли. Так что здесь вопросов нет, мне надо с собой немножко тащить. Что касается рекламных действий и вот этого всего дела продвижения, я пока еще точно, как мы, вот только сейчас нас названием, да, более-менее определяемся. А так, по сути, все остальное, ну, имеется в виду какие-то, не знаю, там, логотипы этого дела, какие-то постеры, баннеры, какие-то названия, это какая-то рекламная продукция, прочее, это надо отдельно сейчас, ну, как бы обсуждать, это все отдельно делается. И, в принципе, если кто-то из вас желает этим заняться, в помощь, это не проблема, в принципе, я переговорю, мы решим реализацию уже непосредственно готовых продуктов, займется наш, ну, скажем так, спонсор, да. Ну, я вас уверяю, он живой человек, я с ним много раз общался, вы с ним можете познакомиться, там уже непосредственно это, как бы, не проблема. Еще вопросы? Так, смотрите, что я хочу сказать, вначале, вот, надо бы представить изначально, как, например, создавались, скажем, ну, партия РЖДРП в период 19 века, поэтому, кто сейчас говорит какое-то обеспечение, вам надо всем представить себе маленькую одну деталь. Вы все никому не нужны, очень часто нищие, заброшенные люди, поэтому предъявляя заранее претензии, искать какое-то там сверхобеспечение, давайте умерим свои претензии. Я, например, могу предоставить свободную койку до проживания какой-то человек, который приедет от койки. Ну, в крайнем случае, даже для двух человек, на полу может и лечь. Хорошо, это все понятно, вопросов нет, но я практически уверен на 100%. Жиратель, который... Теперь подождите. Ну, я совершенно спокойно, вот, еще был в полицовете Левой России, в общем-то, участвовал в ряде выбранных кампаний, я могу сказать, самое банальное. Все, например, жители Москвы, особенно, если есть еще автомобиль, мы можем, это на моей практике, когда можно любого кандидата протихнуть, например, в дом, как угодно, просто обклеить листовками, например, пути следования автобуса маршрута, люди, когда выходят из квартала до уровня метро. Основные тезисы этой конференции. То есть, проще-напросто, я говорю о практическом использовании, потому что, если вы опять замкнетесь в вашу рекламную кампанию в рамках вот таких узких, скажем, блогов, то это опять будет сфера, ну, доступная таким же узкого круга шизофреникам, которые занимаются своим вопросом. Вот как раз то, что можно все жители Москвы, Подмосковья, ну, включая меня, дурака, могут вполне конкретно что-то клеить, вешать объявления, стоять где-то на улицах и создавать какой-то блог информационный, потому что, например, такие вещи совершенно спокойнее, сейчас пока еще можно зарегистрировать. Кампанию можно раздвинуть на этом уровне, то есть каждый участвует конкретно физически, ну, или, естественно, в электронном мире. Просто заранее хочу сказать, ребята, давайте, скажем, понимать, что это может быть историческое событие, и этот человек сам еще должен как бы заплатить за право там прийти и что-то сказать. Технический момент один. Конференция эта идет сейчас в закрытом таком режиме, я ее записываю, но она по ссылке будет доступна. Вячеслав Котлеров присоединился, а он обычно эфир выпускает сразу вместе со своим появлением, поэтому это важное уточнение. Слава, а ты у себя это сейчас все стримишь? Слава, ау! Ой, здравствуйте все, честно говоря. А ты стримишь у себя на канале сейчас это, да? Да, да, но я дело в том, что только что к компьютеру подошел и не ожидал, что здесь такой... Кто ж такое созвездие собрал-то? Так, Слава, привет, я прошу тебя. Слава, привет, это закрытая трансляция, выключи, пожалуйста. Хорошо, сейчас. Сейчас, 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 так остановить. Слава долго не отвечал, потому что ОБС долго запускался. Ну, вообще-то, если мое мнение хоть какое-то имеет значение, я бы сказал, что надо как можно больше снимать копии вот именно с этого собрания, оно уже является историческим на этой планете, на этой территории, этой стране. Да, на этом собрании, я попрошу опять-таки всех запомнить, мы, конечно, мы обсуждаем с вами, с большинством из вас, кто не в курсе всех событий и всех нюансов предстоящего собрания, именно эти нюансы. Мы спокойно с вами можем собраться, скажем, через неделю, или, скажем, даже меньше, чем через неделю и переговорить уже о предложениях непосредственно о том, что будет происходить. То есть мы можем с вами обсудить название, мы обсудим с вами конкретно регламент, поставим какие-то цели и так далее. Сейчас мы с вами собрались непосредственно для элементарной вещи. Я вам рассказываю, что можно принять такую вот конференцию. Вы это слышите, задаете мне организационный момент непосредственно финансового характера, временного характера, еще какого-то другого и так далее. После этого, когда вы все согласны с тем, что да, вы будете принимать участие, да, в принципе, вы заранее даете согласие, хотя бы примерно, да, мы можем договориться с вами о том, чтобы через неделю встретиться, продумать алгоритм, у каждого, возможно, будет какой-то свой, какие-то предложения, только конкретные предложения. Если это название, то это конкретное название с обоснованием. Если это алгоритм проведения непосредственно по дням, что должно происходить, то это должна быть конкретика. Мы встречаемся, обсуждаем, придумываем себе какие-то, ну, доклады, возможно, чтобы каждый из нас был, или не придумываем, это мы решим с вами отдельно. И после этого уже будем понимать, что мы, как бы, будем там делать. Мне это собрание, это нужно для того, чтобы человеку, который за все это платит, доложить о том, что мы согласны и что мы даем добро. И он, чтобы уже сейчас начинал искать вам жилье, начинал искать потихоньку зал с арендой, а мы могли с вами потихонечку задумываться о том, как мы начнем рекламную кампанию на своих каналах, потому что чем больше мы расскажем об этом сети для начала, да, тем лучше. Насчет того, чтобы рекламировать это на физике, то есть там клеить объявления и так далее, тут если кто-то хочет, пожалуйста. Я просто сейчас живу в таком городе, где там меня вообще никто не знает, и этим мало кто занимается, далеко от Москвы. Но суть, в общем-то, не в этом. Мы начнем рекламировать, потому что не забывайте, что мероприятие состоится в конце августа. На самом деле осталось меньше месяца, а это очень мало времени для того, чтобы как-то это все сделать. Плюс к этому наш спонсор хочет создать небольшой сайт. У него есть специалист, который готов создать сайт, там лендинг буквально за пару дней. Какой-то там специалист, я не знаю. Мне надо будет с ним разговаривать, конкретно называть ему фамилии, кто будет присутствовать, чтобы мы знали даты. То есть такие моменты мы для этого с вами собрались. А какие-то такие более структурные давайте переложим на другое время. Сейчас мы не для этого здесь. Я прошу, чтобы все это понимали. Еще вопрос о организационном характере. Есть у кого-нибудь? Есть. Есть вопросы. Вопрос следующего характера, да, пускай не организационным, очень важный. Что значит человек остался пожелать, пожелал остаться неизвестным? Есть такая вещь, как в объявлении в газете, да, требуются девушки на высокооплачиваемую работу. Все возможности по прибытию в офис. Это раз. Во-вторых, требуются мужчины для высокооплачиваемой работы на Кавказе. Они туда приезжают и заставляют пасти баранов. Теперь дальше. Само мероприятие очень сомнительное по простой причине. Объясняю всем, если кто-то ничего до сих пор не понял. Если вы кто-то думаете, что существует такая вещь, как меценаты, которые готовы заплатить до полумиллиона рублей за то, чтобы приехали кучка альтернативщиков с очень маленькой аудиторией до 20 тысяч. Ни одного здесь нет, у кого больше 20 тысяч, да, человек? То есть, чтобы потом как-то мы приехали, это никогда в жизни не отобьются деньги. Никогда в жизни не отобьются. Это раз. Во-вторых, для чего всех собирать? Да, вот правильно Андрей Георгиевич сказал. Для чего всех собирать? Для чего таких людей, которые малоизвестны, их собирают? Причелпнуть. Который остался, который пожелал остаться неизвестным. Да, это два. То есть, мне вот это интересно. Давайте мы сейчас решим все, а потом по прибытию вы с ним познакомитесь. Что это значит потом по прибытию? Пускай он приходит к конференции, мы с ним поговорим, мы уже решим с ним вопрос. Если это он решает, а не ты, Сережа. То есть, плать не все, я сказал. Если он это оплачивает, то прийти должен сюда он и общаться с нами. Так как он организовывает, а не ты. Это раз. Во-вторых, я еще раз говорю, если это мероприятие не окупится, то для чего всех собирать? А для того, чтобы потом мы все были должны и были, заключили договор с дьяволом, и потом постоянно были кому-то должны и использовались только так, как они захотят? Понимаете, в чем суть-то? То есть, я уже не смогу говорить то, что я хочу. Я буду говорить только то, что хочет тот человек, потому что он скажет, ребята, я за вас заплатил, вы должны мне эти деньги отбить. Если кто-то не понимает, то это ваши проблемы. Я прекрасно понимаю. Следующее. То, что я говорю на своем канале, я говорю для всех людей. Для всех людей. А здесь вы хотите устроить такую штуку, что получить эти знания, либо наши какие-то доводы только могут те, кто состоятелен, у кого есть 3000 рублей, чтобы прийти и послушать то, о чем я говорю, или кто-то из нас другой. То есть, это вообще как это выглядит? Почему это так должно быть? Если человек за все платит, если он за все платит, и явно это 100% никогда не окупится, никогда не окупится, даже если билеты будут по 3000 рублей, придут, ну, человек, да, 200-300 максимум, и то вряд ли придут, я сомневаюсь даже в этом. Даже если бы как... Но это уже, если 300, это уже миллион. Разрешите, я сделаю важное уточнение к предыдущему оратору. Человек оберегает свою интеллектуальную независимость. Это понятно. А я хочу еще раз напомнить. В мой период, например, очень странно одно издательство, собирали людей, авторами, альтернативную систему оздоровления. Например, я, который создал методику после травм позвоночника и черепа. Также тогда еще была Джуна, которая мыло повыли, но их собрали все вместе, и в котором каждый предлагал свои статьи, версии. Они были опубликованы. Куда это пошло? Нас никого не интересовало. В данном случае в этой стране, где находятся где-то 200 миллиардеров и 150 тысяч миллионеров, люди, которые интересуются, например, идеей выхода на контакт представителями космоса или простой идти и улететь к чертовой матери, те опернатищики, которые приносят доказательную базу, это главный интерес. Это стратегическая задача. Те, кто это организует, конференцию, могут выложить не просто, как это, полмиллиона рублей, а, ну, 50 миллионов, например, 5 миллиардов. Важны ваши независимые мозги. Это вы главная ценность этой планеты. Поэтому, если человеку не устраивает какие-то тайные, в общем-то, замыслы этого человека, ну, жаль. Потому что и для меня, например, если, знаете, у Стругасовича есть одна мысль великого Ком-Кона, схоронительной земли. Они говорят, вы знаете, если нам для спасения земли нужно организовать союз с дьяволом, я первый буду сжигать кресты на площади. Вопрос целеполагания. Если вы хотите высказаться, если вы хотите предложить альтернативу развитию человеческого сознания, то какая к и дрене матери разница? Будет ли это бандит, восьминогий зеленый каркадил, трехногий мент или простой обычный миллиардер или одной из начальников управления Федеральной службы безопасности? Вот это уже интересно. Это постоянно происходит, это и есть задача всего мира. Потому что мировой консорциум не выходит напрямую на контакт с тем, кто обладает миллиардом. На этом уже окусились представители великих людей. В 1947 году зеленый совершенно спокойно затормозил технический прогресс Америки, уничтожил все перспективные разработки. Поэтому они клинятся. И на контакт только потому, что у тебя лишний миллиард, они не пойдут. У них есть какие-то моральные принципы или интеллектуальный поиск, вот этого великого космического разума. И мы представляем собой уникальнейшее явление в мировой культуре, наше независимое мышление. Неважно, с какой бредовой идеей, но понятие независимого мышления – это главная цель космоса. Потому что 38 человек, обладающие способностью творческих муществ, создают мировую цивилизацию. Поверьте мне, которые и съедут вопрос технического творчества своей жизни. Поэтому, кто бы это ни организовал, и слава Богу, дьявол, я буду сжигать крест. Если Бог, я, в общем-то, ну, приму новое предчастие и воспою осанны и аллилуйя нашему Господу Жириновске, праматери Господа Новодворской. Давайте мы оставим это в покое. У вас задача одна – высказать то, что вы думаете, услышите своих же братьев по разуму. А что это значит? Следующее. Андрей, подожди, Андрей, давай я сейчас возьму слово. Я просто, знаете, я пока с тебя не прервать, ты не остановишься никогда без каких-либо оскорблений, претензий. А так как меня и надо слушать, это мне. Хорошо. Я надо слушать, ну, давай мы послушаем тебя, скажем, уже когда это будут либо твои ролики, либо когда мы будем на конференции. Последнее, последнее. Так как все выступления на этой конференции будут записываться и будут выходить, естественно, в эфир, пускай индивидуально, на ютубе, как угодно, или, может быть, это будет составом силы, то то, что говорил предыдущий Аракий, он ничего не потеряет в интеллектуальном плане, он также представит свои мысли окружающим пространством. Только теперь Иванов, Петров, Сидоров вместо Саратова, Воронежа, Москвы или Архангельске соберутся вместе впервые. Вот и все. Я понятно. Я, в принципе, все, что ты сейчас сказал, в общем и целом согласен. А обращаясь к Юрию, я хочу все-таки ответить на вопросы, потому что они были заданы не только мне, они были заданы всем, в общем-то. И я так понимаю, что он хотел, чтобы все задумались над этими вопросами. Я хотел бы все-таки ремарку взять. Значит, первая мысль, да, то, что этот проект никогда не отойдется, он не сможет заработать и так далее и тому подобное. Значит, я абсолютно уверен, я гарантирую вам сейчас, я обещаю вам даже больше, что он отобьется 100%. И почему я так в этом уверен? Во-первых, у нас у всех с вами далеко не 20 тысяч подки, ну, скажем так, знатоков, людей, которые нас знают и так или иначе нас смотрят. Я уверен, что их больше 100 тысяч, а может больше полумиллиона. Это 100%. Здесь я даже не сомневаюсь, я сюда прибавляю и тех, кого здесь нет. Того же Романа Милованова. А, он же здесь, Ром, ты здесь? Да нет, это я сейчас попытался его добавить, но он, походу, не берет. Ну, в общем, короче говоря, надо, чтобы Саша ему позвонил. Саша, позвони ему. Твое же там есть у него? Да он у меня тоже есть, я вот его сейчас добавил. Ром. Алло. Да-да. А, Ром, здорово. Ну, я сейчас не буду с тобой разговаривать, ты туда просто слушай, а дальше, я думаю, ты поймешь. Я, в принципе, тебе все рассказал, ты, в общем, в целом в курсе. Так вот, у нас у всех, на всех нас, и плюс еще Кунгурова, у которого здесь нет, и еще там кое-кого, у которого здесь нет, я думаю, что аудитория гигантская. И гораздо больше, чем 20 тысяч, и ее основная масса в России и живет именно в Москве. Если я сам один, я только, я один, без вас, без всех, спокойно, без особых проблем, на своем тренинге, который стоил 10 тысяч, неважно, кто там к этому относится, я просто по факту говорю, я смог заработать там почти, ну, не то, что заработать, потому что там много было затрат, но, так или иначе, около полумиллиона у меня у одного вышло. Я, конечно, часть потратил на организацию и так далее, но мы все вместе с вами привлечем аудиторию без проблем. И это мероприятие, оно точно отобьется, здесь даже не нужно сомневаться в этом. И плюс к этому вас, в принципе, это беспокоить не должно. Теперь, что касается второй момент, распространения. Значит, мы платим, точнее, просим платить людей деньги, потому что то, что мы делаем, оно стоит этих денег, нам нужно приехать. Мы могли бы, вот я вам даже больше скажу, мы могли бы это все дело сами сделать. Нам на самом деле не нужен никакой спонсор, мы с вами без проблем можем собраться и сами, и приехать, и переночевать, и все такое сделать. Но просто я знаю, я потому что многое работало вот в этом направлении, что от вас от всех добиться вменяемых ответов, а уж тем более вкладывать свои деньги в надежде на то, что там что-то отобьется, это просто бесполезно. Поэтому, да, появился человек, да, он преследует свои цели, я это открыто вам говорю. Но эти цели не важны, как Андрей сказал, все правильно. Он преследует свои цели, мы преследуем свои цели, он нас использует, мы его используем. Если вы считаете, что нас там собирают, что всех перестрелять, ну это просто смешно. Вы не прячетесь нигде, вас занвалить не проблема, любого. Перестрелять проще на месте. Да, поэтому я думаю, это ничего такого там не будет. Это как бы второй момент. Третий момент, зачем ему, да, это конкретно. Еще раз повторяю, да, у него есть цели свои, но и мы будем преследовать свои цели. И это мероприятие отобьется, и денег на этих мероприятиях, вот таким образом, никто зарабатывать не собирается, потому что это слишком для него, это мелко. И у него нет проблем с деньгами. Лишние полумиллиона рублей, может, для кого-то это и много денег, но даже для меня это уже немного, в принципе. Хотя у меня, например, сейчас нет полумиллиона, но я просто знаю, что в принципе это не такие большие деньги. А уж люди, которые занимаются там бизнесом, где фигурируют миллионы долларов, заморачиваться там ради вот этой фигни нет. Я хочу, чтобы вы понимали, что люди, у которых есть деньги, это не миллиардеры далеко, ну просто богаче, чем мы с вами. Это не означает, что они все против альтернативных зрения и считания всех области. А я знаю, о ком речь идет. Хорошо, ты знаешь, о ком речи идет. На самом деле не имеет значения, о ком речи идет. Я догадался. Я хочу, не, я догадался. Я просто хочу все-таки поздороваться. Все-таки такое созвездие собрано. Приветствую Сергея, Андрей, Юрий, Сергей, Шуваев, Александр, Макс, Роман. И Кристиночка, ты просто, я не знаю, я в тебя влюбился. Ты выглядишь просто потрясающе. Здравствуй, давно с тобой я не беседовал. Все, извините, друзья, передаю слово. Ну а сразу, как бы, завершая свой монолог, я хочу сказать всем, кто здесь присутствует, если кто-то из вас, услышав то, что я сегодня рассказал, остался недоволен, считает, что это опять все плохо, всех там убьют, расстреляют, что это все обман, те, кто считает, что что-то делать намного хуже, чем не делать ничего, да, ну, по большому счету, вы можете не ехать на эту конференцию. Пожалуйста, не едьте. Я вас не заставляю, я вам честно, открыто, я могу вам наврать, я бы мог вам сказать, что это я ее организовываю, у меня есть сбережения, я имею, я могу это потянуть. Я могу вам наврать, много всего такого у вас бы не возникло, но я вам честно, открыто рассказал всю правду, вот как есть. Вы с ним познакомитесь. Это человек-бизнесмен, который не хочет афишировать свое лицо, потому что он достаточно в определенных кругах известен. В определенных кругах известен. Это можно понять, на самом деле. Большинство из вас очень долго не показывали своих лиц. Ну, не большинство, хорошо, многие из вас не показывали своих лиц вначале, в своей деятельности. Многие месяцы не показывали, только потом соизуалили показать. Ну, даже никто не обвинял в том, что вы там скрываетесь и так далее. Слушай, Серег, нелогично все равно, говоришь, там покажут, здесь не покажут. Там же это все будет писаться, я так понимаю, потом видео какие-то будут, так? Да, но видео будут сниматься же не просто всех подряд, оно будет сниматься непосредственно выступающих, люди, которые задают вопрос. Не, ну, я-то, в принципе, нашел, вот то, что ты мне рассказывал, я нашел его даже, по-моему, он в соцсетях есть, да? Слушай, конечно, есть, никто у вас здесь не скрывается. Не, ну, я его нашел, я же, ты же мне это раскидывал, в принципе. А почему из этого тайна так такая? Я не знаю, он просил, чтобы я не называл его имени и не говорил, кто он. И все, я как бы принимаю его пожелания, и я не боюсь, потому что я-то его знаю, он обычный человек, может быть, как бы кого-то это не устраивает, что он там богаче и так далее. Ну, в общем, еще раз повторяю, вот будет вот пока вот так, как я сказал, вот такое вот предложение, такие моменты. Те, кого это не устраивает, нехорошо, не участвуйте, не езжайте, не участвуйте, вопросов нет. Ребята, изображайте из себя неуловимого Джо. Начните с простого, вы все нахер никому не нужны. Вот когда вы будете исходить из этого великого тезиса планеты Земля, вы поймете, что если нашелся какой-нибудь руководитель какого-нибудь отдела в ПСБ, или какие-то старпионы, которые хотят улететь нахрен от этой жизни, и для них вот эти ваши полмиллиона, это настолько копеечные. Вот подо мной сосед снизу, да и не вот пять раз в ресторан сходить. Это правда, это правда. Да не говорите, что это цены, какие, кому нужны. Это проигрывается в карте за субботним вечером. Да. Так что здесь два деньги, я целую партию. Оставьте его в покое. Потом кто с вас требует продать душу? А вам предложит кто-нибудь? Вы думаете, что есть какой-то идиот, представитель, который подпребывает вашу душу? Да нет. Вы просто вкладываете свой разум в общую копилку. Наступил период, и я могу обозначить. Академия наук стала в тупик. Она прежде всего не рассчитала вот эту систему восстановления капитализма. Оно не дало никаких перспективных идей развития. Например, Российская Академия Наук за последние 70 лет не создала ничего перспективно нового. В ее рамках создали только еще в 19 веке Чебушев, идеи сетки Чебушев и системы, заданных свой механизм. И Сергей Гаврилович Симов. Все остальное является перепелом западных разработок. Еще раз вам хочу сказать. Творческий процесс – это необъяснимая работа двух полушарий монт. Это давно исследуется. И если кто-то хочет собрать альтернативное мышление, Господи, плак ему в руки. Я совершенно спокойно заранее снимаю перед ними шляпу и говорю, что это просто интересный тусок, скажем так. Не надо создавать сложности там, где их нет. Кстати, сказать по поводу оправдания этих затрат. Если там из кучи этих снимков, кадров, лент, составится единый фильм, который будет переведен на другие языки мира, и в прокате это где-то порядка, ну, скажем, ну, миллиард просмотрит, батюшка. Это не то, что отобьется, это деньги. Это человек миллиарды в карман положит. Ну, хорошо, я все услышал, надеюсь, все так же это услышали. В принципе, согласны, по крайней мере, многие, что, ну, вот это вот так и есть. Еще раз напомню для тех, кто опоздал, буквально в тезис нас за одну минуту, что здесь мы с вами собрались для того, чтобы решить, быть ли конференцией в 25, ну, в августе, в конце 25-го, 27-го, где мы все будем участвовать в течение трех дней. И проезд туда обратно оплачиваемый, проживание оплачиваемое. Мы все участвуем, говорим, что думаем, готовим свои собственные доклады. Никаких там, ну, как бы задач, чтобы мы должны озвучивать, или какую мы должны говорить идею какого-то человека, там, под контролем, этого не будет. Каждый будет говорить то, что считает нужным. В рамках конференции будет свою собственную, ну, как бы не собственную, а более-менее общую тенденцию, которую мы с вами, возможно, выработаем или нет, озвучивать. И это будет первое, важное, интересное, как бы это будет начало нашего совместного, возможно, труда, или, по крайней мере, такой внешний переход на более высокую ступень. Если большинство из вас согласно с озвученными, как бы те, кто не согласен, тот может не ехать. Черт, повторяю, я никого не заставляю к фенгамеру дойти. То давайте сделаем таким образом. Значит, сегодня у нас 30-е число. Давайте договоримся с вами через неделю встретиться, то есть, скажем, 6 августа. К этому моменту я надеюсь, что вы все уже в течение сегодняшнего, завтрашнего и, скажем, после завтрашнего дня напишите мне или мне, или Саше, например, Толстых. Вот ему можете написать, у нас у всех, может, с вами скайпы есть. У кого есть, пишите мне, что вы согласны ехать, что я вас записываю, что вы будете на этой конференции точно. И тогда я буду знать, что вы есть, чтобы мы могли уже запустить подготовку. А 6-го числа мы здесь с вами встретимся еще раз и решим такие вопросы. Название конкретно, алгоритм каких-то действий, организационные моменты такие общие, кто что будет там. Ну, в смысле, будем какие-то доклады готовить, доклады, кто будет первый выступать, кто второй, как и так далее. Вот такое предложение. Если согласны, тогда можно расходиться. Если нет, тогда... Давайте сделаем еще проще. Уже сейчас, на какой-то электронный адрес, я, правда, не знаю, куда писать, потому что я в чем-то разбираюсь, а в этом я не разбираюсь. Уже заранее надо написать 2-3 абзаца с предложениями. И обсуждать вы будете уже предложения. Они не будут в эфире, когда будет каждый высказывать это самое в эфир. Зачем делать непродуктивно? Хорошо, давайте так сделаем. А какой адрес? 50? Да, сейчас я... Вот наш общий скайп, конференция, где сейчас мы все вместе там... Вам хорошо, мы с Кристиной иностранцы. Может, у Кристины есть загранпаспорт, но у меня нету. Если я не ошибаюсь, разве... Не знаю, Сергей, не знаю. Не проблема, не проблема. Он со своим паспортом сюда спокойно заедет. Это когда из России едет на Украину, ему нужен загранпаспорт. А наоборот, не нужен. Поэтому ты без проблем проедешь на автобусе, как бы не парся. Вот на эту почту, если у кого-то есть предложения, тезисы, которые сейчас находятся у нас в общем чате, можете присылать свои пожелания, тезисы и какие-то наработки. Будем уже обсуждать готовы. Я только за. Я как бы всегда за любое сотрудничество и любой диалог. Вот у меня сейчас написано вот эти названия людей, которые есть. Вот я туда же и пишу. Да, 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 да. Так, ну что, еще есть у кого-то какие-то вопросы, предложения? Еще момент. Смотри, Серег, если как бы встречаться уже 6-го числа и разговаривать по поводу того, как организовывали рекламную компанию, то же самое, как это все, в каком формате это все будет. Блин, 20 дней маловато для всего остального. Я тебе даже больше скажу. Я с самого начала знал, что то, что мы хотим сделать, это не то, что организовывается за месяц. Надо было минимум 2 месяца, лучше 3. Не надо. Давайте я вам скажу практику своей, потому что все 90-е годы я учил по политическому движению. А после я подрабатывал тем, что мы с женой совершенно спокойно прописывали самые богатые районы Москвы кандидат в районное управление. Могу пример привести. Вы даже не представляете себе, если, например, кто-то из живущих в Москве представит тачку, ну, потому что я грохмасу спиной, у меня нога что-то начинает отказывать. Так вот мы, если Станька, весь Таганский район, просто живьем, оклеили листовками, тут надо всего лишь знать, как люди рекламируют, например, книги и издания. Я это знаю. И вот возродится старая традиция. У крупных гуманитарных вузов, у интересных районов, где, например, мы просто вешаем эти объявления заранее заданными координатами, и люди, поверьте мне, это будет намного эффективнее всего остального. То есть не то, что там, когда вы говорите, ну, оправдает, не оправдает, там будет стоять осень до горизонта. Андрей, я прошу знать, что никто из присутствующих в Москве не проживает, и вообще никто из тех, кто даже должен был сегодня здесь участвовать, в Москве не живет, поэтому они, вряд ли, смогут помочь. А, так подождите, ну, надеюсь, вот сейчас вас слушают и москвичи. Нет, сейчас не слушает никто, кроме нас самих. Ну, тогда москвичи подтвердят мое мнение, самые последние тупые люди, которые есть на планете Земля. Хорошо, ладно, я отвечу последнее до ответственности Сергея, что, как бы там ни было, у нас с вами есть месяц, и это факт, и придется с ним мириться, как бы, и вот и все, и нет смысла это обсуждать. Не в этом дело, я говорю не про то, что, как бы, не хватит времени подготовиться, если сильно, как бы, стараться при большом желании всех участников, тут, как бы, вопросов нет, все, все будет окей. Момент в том, что надо быстрее это все делать. То есть, не, допустим, если мы три дня, допустим, думаем все, соответственно, допустим, на третий день, там, грубо говоря, в среду, мы все созваниваемся, а не шестого числа, и тогда уже обсуждаем. И тогда мы выиграем три дня, четыре даже, сверху. Хорошо, я понял тебя. Давайте тогда, я, в принципе, согласен, на самом деле, для меня можно хоть завтра созваниваться, но я знаю, что это дело такое, давайте согласимся так, что, вот скажем, давайте в среду 2-го числа созвонимся в 7 часов. Как вы? Все согласны? Я считаю, что... Да, можно точно говорить. Я думаю, что эта идея очень хорошая, что это однозначно будет полезно, интересно. По организации действительно времени мало, поэтому нужен бизнес-план хороший всего этого мероприятия, с чем я могу, в принципе, помочь и хотела бы. Но все это обсуждать в формате такой конференции, честно, у меня мозги распыляются, вот на много людей. Это все надо как-то более... Не знаю, что ли, тет-а-тет обсуждать. Я думаю, что отличное мероприятие. Единственное, если правильно организовать, то мы успеем, но времени мало. Да, я согласен. Поэтому мы вот такие моменты, как рекламный момент, какой-то там бизнес-план или еще вещи, которые нет смысла всем здесь сидеть, какие будут, мы обсудим все это отдельно с каждым из вас. А вот сейчас мы здесь собрались только для того, чтобы я каждому телегу, который я вам рассказывал, не рассказывал лично, это просто проще, быстрее, вот, если бы это сделать. Так мы больше... Ну, в следующий раз, если у тебя, например, нет никаких серьезных предложений, именно характера, алгоритма наших там высказываний, ты согласен с тем, что ты приезжаешь, в течение там 40-50 минут какой-то заготовленной, скажем, ну, информацию выдаешь, там какой-то, ну, доклад, да, а потом в рамках вопрос-ответа какие-то мы... то, в принципе, можешь и не участвовать в этом на всем деле. Но если мы хотим выработать общую концепцию, как мы все это видим, то нам придется вместе, к сожалению, потому что это по-другому никак не получится. Поэтому лучше подготовить заранее тезисы, которые можно будет прочесть, и чтобы уже, как бы, обсуждать что-то физическое, а не такое, как бы, эфемерное. Еще раз задаю вопрос. Третьего, ой, пардоньте, второго числа в среду в семь часов еще раз встретиться, уже конкретно дать свои ответы по тому согласному или не согласному окончательно, еду-не еду, записывать вас, не записывать. И попробуем, скажем, какие-то начальные тезисы выделить, скажем, придумаем название и хотя бы, как мы примерно видим регламент наступления, вот как бы это можно обсудить. Согласны? Ребят, а для того, чтобы начать говорить, нужно просто начать говорить и меня будет слышно? Да, конечно. То есть меня сейчас все участники слышат? Да. Ой, ребят, я очень рад, что у меня есть возможность ко всем обратиться сразу же. Я, честно говоря, влился не сразу и сразу окунулся в кучу проблем. Чем больше идей, чем больше проблем. Но, как показывает практика, на выхлопе всегда все происходит гораздо проще. Было бы желание. Если среди вас есть те, кто едет издалека, я могу подсказать, как это сделать проще, например, если вы едете с территории Украины. Я недавно пересекал границу, там сложности нету, лучше вам ехать через Беларусь. А второй момент касательно, в принципе, дороги. Я так понял, что есть какой-то человек, который оплачивает дорогу и, честно говоря, не понимаю, зачем. Здесь есть люди, которые не могут себе купить билет на поезд или что? Ну, слушай, я просто знаю, что вообще все люди, которых мы приглашаем, и здесь же не все, некоторые живут достаточно далеко от центральной части, там они живут в Сибири, и оттуда стоят значительную сумму. Поэтому, я думаю, что если тот, кто вас устраивает, может оплатить, почему нет? Я как бы не буду... Если честно, здесь много людей планируется собраться, с которыми мне было бы интересно познакомиться лично, и я недавно запустил такой формат, как интервью, и, честно, мне было бы очень приятно, если бы хотя бы часть из вас согласились бы поучаствовать в этом интервью, и если у вас реально проблема добраться, то помимо того, что здесь будет какая-то общая конференция, я вам готов купить билет на поезд в Москву, чтобы вы приехали, и мы с вами пообщались в рамках конференции, потому что... Еще один спонсор. Еще один момент, еще один момент касательно вот этих сложностей, типа, надо готовиться, я не понимаю, к чему готовиться. Мы же просто приезжаем, и все. Мы приезжаем и снимаем. Самое главное, это то, чтобы мы там присутствовали, и то, чтобы у каждого из нас была возможность высказаться, а это, в принципе, все, что нужно. А то, что там народ не будет знать, так и хрен с этим народом. Главное, что у нас была возможность пообщаться, и вот этой мощной системой вместе что-то рассказать, потому что каждый в своей области, я уверен, что что-нибудь дорасскажут интересное. Это больше нам нужно. Это больше нам нужно, каждому из нас, нежели чем какие-то мифические люди, которые когда-нибудь что-нибудь поймут. Это ваша индивидуальная версия. Я вам сказал, зачем организовывается эта моя версия. Человечество стоит перед необходимостью пересмотреть свою историю. Человечество зашло в тупик. И богатые люди власть придерживающие ищут альтернативные версии развития. Поэтому, если вам хочется с кем-то пообщаться, то вот этим миллиардерам хочется создать новый вид корабля и знать, куда бежать. И как выйти на контакт с этими людьми. Это примерно так. Поэтому то, что вам хочется поболтать с кем-то, ну, конечно, мы можем с вами встретиться очень и поговорить. Но смысл конференции... Это согласие, я понял, все. Хорошо. У меня для вас столько вопросов, что просто я буду очень рад с вами пообщаться. Ну, вы ко мне можете с тех секунд зайти и болтать с кем-то. Ну, вообще, пожалуйста, я прошу вас, друзья мои, вы оба правы. Вы оба правы, потому что, в принципе, в рамках конференции мы сможем реализовать и первый, и второй пункт. Мы сможем так и, выработая концепцию, идти дальше и так далее. Если я с Андреем согласен, то человечество на самом деле стоит на пороге пересмотра концепции своего дальнейшего развития. И сильные миры СИОА не являются такими умными, чтобы придумать это самостоятельно. И они будут использовать этих людей, как мы. Они в определении, ублюдки. Это, хорошо, я согласен. Но, помимо этого, мы с вами, конечно же, можем и вместе пообщаться. Мы сможем после конференции пойти, снять какой-нибудь ресторан на всех, если есть там, условно говоря, место, и просто пообщаться, друг с другом поговорить. Вы можете поговорить после конференции с вашими близкими подписчиками, которые вас окружат. Я просто знаю, что это такое. Рома тоже знает, что это такое и так далее. Потому что он много раз там делал. И так будет. И так будет. И мы все это реализуем. Это будет не вопрос, как бы все в порядке. Поэтому давайте заканчивать. Еще раз я повторяю. Тот, кто считает, что надо как-то больше дальше двигать в плане, скажем так, контента, который будем продвигать, названия каких-то рекламных моментов, в среду, 2-го числа, в 7 часов вечера, еще раз давайте встретимся по тому же адресу. Кто, например, просто согласен, что я приеду, но как бы и буду выступать, скажем, то, что знаю, потому что мне ничего не надо, а там просто волью систему общую и буду как бы со всем вместе. Можете не выходить на 6-го. Просто отпишитесь мне, что вы согласны, чтобы я знал, что вы поедете. Вот. И все, собственно. И встречаемся 2-го числа здесь же в 7 часов. Хорошо? Все согласны? Даже куда профессор отвалился? Ну, как всегда, отваливается. Я даже не удивлюсь, если у нас трасслятка там повисла, но нам на это плевать, потому что мы с вами здесь все вместе на скайпе сидим. В общем-то я на этом все, что хотел сказать, сказал. Еще раз до среды, 2-го числа, 7-го вечера. Всем пока. Все? Всем счастливо. Спасибо. Пока-пока. Пока. И все сразу разбежались. Можно же не разбегаться, можно же еще обсудить это колоссально. А, ну и Кристина. Так, Макс остался. Юра. Так, народ, сейчас по биткоину будет эфир. Кому интересно, приходите. А, это что там? Кого-то там вроде арестовали, да? Или это фейк? Не знаю, Ререра там захотела эфир организовать, а пара желающих будет. Скорее всего, может быть даже свободное обсуждение. Мне говорят, что фейк. Ребята у меня знакомые есть, которые в этой теме специально типа зарушить хотят. Слушай, ну, блин, тема, конечно, наверное, интересная. Я просто не знаю даже, как. А у тебя на втором, на этом, когда на втором... Биткоин ты, я думаю, это если зарушить, вы говорите, да? Да нет, зарушить они... Это рекламный ход, чтобы больше привлечь внимание, я думаю. Ну, как тебе сказать. МММ тоже начали сперва со СМИ, вот, грузить, а потом... Всех терзают смутные сомнения, что ж это за... Ну, а ты, Слава, как хочешь? Я хочу, но... Котлеров слишком значимая фигура, и все может только из-за него организовываться. Да и понятно, но... Нет, не для пользы, а для это... Для расстрела. Ой... Это самое. Я как раз таки думаю, что... Ну, это же такие быстрочки были, но, блин, всех собрать нужно везти и хлопнуть, а потом нужно двумя рот, легче по одному. Не хлопнуть, зачем хлопнуть, что за мысли такие? Не хлопнуть, а хлопнуть, а ты будешь потом вещать, только то, что тебе будут говорить, это все. Слушайте, это не похоже, как Дружко собирает всех блогеров больших, а это другая организация блогеров средней руки. Не, не похоже? Не, не похоже, как Дружко собираетесь. Ну, ладно. Ну, если что, я трансу запустил, как обычно, секунду назад. Да я проснулся буквально, вот у вас, я не знаю, сколько вы до этого висели. У меня сейчас это ночной образ. Да, так я еще вовремя это подошел. Так, не знаю, что добавить. Мне когда Саня написал, это, если интересно, подъезжай в Москву, будет встреча блогеров. Ну, первая мысль, это именно меня пытается это... Нет, нет, нет. Мне изначально Тарасов позвонил еще на неделю. А потом, когда я увидел количество блогеров, думаю, не, может быть, это и правда похоже на правду. Нет, 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 он мне звонил на неделю, мы где-то полчаса с ним прообщались. Я говорю, слушай, Серега, давай, говорю, чтобы ты каждому, каждого так не обзванивал, давай, говорю, сразу соберем прямо скайп-конференцию, и ты озвучишь всю эту идею всем ребятам, потому что, ну, вот эту вот работу только чтобы сказать, проведешь больше и дольше времени это потратишь. Все соберемся и все это озвучишь, да, там будем думать. Само, нет, ну, идея, в принципе, почему бы и нет. Другой вопрос, ну, вербовка, ну, вербовка, опять же, тебя не заставят, как это сказать, никого нельзя заставить говорить то, что он не хочет, если это, как бы, купить, купить, это, наверное, не тот способ, наверное, способ какой-то другой у тех, кто вербует, но явно не через деньги, не через оплату каких-то там ништяков, там, проезда и проживания, там, в Москве. Нет, я имел в виду другое, да, даже организатор тут ни при чем совершенно, просто такая возможность, когда все приехали в одно место, причем в головной офис страны. Так. Поэтому вы, вы, вот, вы все там, да, мы все там, допустим, находимся, вот мы там все сидим, организатор тут ни при чем, кому надо, те придут туда, если кому-то это интересует, и все. То есть в этом концепция была, да. Сам этот организатор, я как бы, почему просто говорил, просто охота была узнать, кто такой, да, на самом деле. А, нет, нет, да не знаю, ну там человек занимается разработчиком, ну ладно, не буду это разговаривать. Ну, это этот, я уверен, просто я знаю одного. Кто это, точнее он мне сказал, чем он занимается, я уже загуглил и нашел основателя этой темы, там, компании. То есть они действительно серьезными такими вещами занимаются, и, как я понимаю, у него у самого, благодаря тому, чему он занимается, у него там тоже очень много инвесторов, вот. Ну, ладно, раз уж, то, соул Гудман, как говорится, решил его в тайне сохранить, то пускай в тайне, я-то его в принципе нашел, что это за человек, ничего как бы особенного. Ну, этот же Штагир, или как его миллионер, я только единственное знаю, миллионера, который соул Гудману 100 тысяч рублей подарил. Нет, нет, там люди занимаются разработкой приложений. Ну, это не суть, это не важно, поэтому я говорю, сами эти организаторы, по сути-то, и пускай роли никакой не будут играть, вот о чем я говорил, а роль могут играть другие личности, ну, если, поэтому я говорю, почему удивился, то, да. Ну, слушай, ну, а что, с другой стороны, Юр, вот, чтобы вот завербовать тебя, допустим, заставить говорить то, что ты не хочешь? Это что нужно сделать? Заставить подписать бумагу, это скажешь. Нет. У нас же нет это. Юру перебил, я хотел дослушать, что Юра мысль какую доведет до конца, да, Юру? Ты начинал, и Макс тебе это перебил. Я знаю, как меня можно заставить говорить то, что я не хочу говорить. И ты знаешь, как тебя заставить говорить. Просто ты, естественно, сейчас никому об этом не скажешь. Любой из нас знает, как заставить нас говорить то, что мы не хотим говорить. Потому что, я тебе скажу так, есть люди, которые знают за нас всех больше, чем мы сами за себя знаем. Вот банально, да, самый простой пример. Ты сидишь дома, что-нибудь делаешь, а это все пишется. С телефонов, с компьютеров, с телевизоров, отовсюду пишется. Нет, ну, понятное дело, компроматы, всякая хрень. Тут же есть другой вариант. Вот, допустим, есть люди, которым ценна репутация, а есть люди, у которых их нет. Ну, я не думаю, что у альтернативщиков нормальная такая репутация. Ну, по крайней мере, вот у меня. У меня настолько репутация испорчена, что чем-то меня шантажировать попытаться, ну, это, блин, я не знаю, это не тот вариант. Понятное дело, что можно на кого-то воздействовать, может быть, через родственник. Ну, навряд ли, наверное. Это все будет хитрее все, если это такое. Ну, а может быть, в этом и нет действительно никакой конспирологии. Соберемся, потусуемся и доразедемся. Вот как раз способ проверить. Да, никто не спорит. Здесь главное, да, приедешь, только тогда узнаешь. Как тебе говорят, приедешь когда, тогда узнаешь. Ну, правильно, все так оно и есть. Да, да, ну, меня тоже, честно говоря, смущает. Вот, единственное во всей этой теме, вообще, в принципе, прикольная тема, наверное. Я даже, наверное, больше да, чем нет. Хотя, когда первый раз я с Серегой разговаривал, я какой-то думаю, что за фигня. Вот. А сейчас я что-то думаю, наверное, больше да, чем нет, где-то 60 на 40. Но меня действительно подозрительен тот факт, что он захотел оказаться инкогнито. И при этом он там, он все равно себя покажет. Блин, ну что за дичь? Вот до этого момента он, значит, не показывает, а потом покажет. И тут Серега Тарасов еще объясняет, почему именно. Потому что он известен в определенных кругах. И я знаю, в каких кругах. И я знаю, что это за человек, если это то, о чем мне говорил Серега еще на неделе. Да, я понимаю. И он как бы вроде как светиться не хочет, но при этом он все равно засветится. Так или иначе он засветится, потому что мы там будем, мы его спалим, как минимум. А значит, знает один, знает весь мир. Точнее, знает один, знает один, знает двое, значит, знает весь мир. Нас там будет больше. Вот. То есть, вот такая тема. Вот это как-то подозрительное, немножко мутное объяснение, действительно, что он там инкогнито и все такое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok